В Иркутской области майнерам будут ограничивать режим потребления электроэнергии. Майнинговую нагрузку впервые включили в графике временного отключения. Теперь в случае аварийных ситуаций майнеры первые лишатся энергии. По словам экспертов, доля серого майнинга в регионе сокращается благодаря постоянной работе по поиску нарушителей, которые платят по тарифам обычных бытовых нужд. Однако проблема остается актуальной. В 2022 году Иркутская область заняла второе место в Российской Федерации по темпам прироста потребления электроэнергии, продемонстрировав рекордные в истории региона показатели потребления и выработки. В Иркутскую область пришли морозы. По словам представителей МЧС, это ежедневно провоцирует пожары. Каждую ночь происходит возгорание в автомобилях, водители которых оставляют обогреватель включенным. Отогревать замерзшие машины также должны только специалисты, подчеркнули пожарные. Накануне в Иркутске молодые люди решили отогреть при помощи тепловой пушки замерзший автомобиль Hyundai Solaris. В результате машина загорелась. Очевидцы своевременно отреагировали и потушили горящее авто. Им помогли четверо пожарных. Сотрудники МЧС по Иркутской области призывают внимательно подходить к обогреву своих машин. Из-за морозов обострилась и коммунальная проблема Уськутян. Улицу Карбышева несколько дней топила канализационными водами. По словам жителей, такая проблема есть уже не первый десяток лет. Когда течь начала в этом году, местные позвонили в администрацию. Чтобы устранить проблему, протечку просто засыпали шлаком. Его довольно быстро смыло, ведь поток вод не остановился. И теперь проехать или пройти здесь не просто из-за наледи. Помог мороз. Жители рассказывают, выше них находится насосная станция и колодец. С него, по их мнению, и течет вода. В водоканале рассказали, что синтетические материалы, которые бросают в канализацию, забивают насосы и из-за этого начинает течь вода. Приходится постоянно заниматься прочисткой, чтобы избежать подобных ситуаций. Колодец этот, свод верхнего дома, и, видимо, забился. И бежит он по канаве. Они даже пытаются в насосной починить насос. А там ручеек этот бежит. Вот оно сейчас наледью выходит. Они вчера здесь все засыпали. Вот оно все залито опять. В Иркутске задержали подозреваемого в жестоком обращении с домашним животным. В дежурную часть поступило сообщение от жителей о том, что мужчина выкинул собаку с 17 этажа многоквартирного дома, а затем выбросил тело питомца в мусорный бак. Полицейские установили личность предполагаемого подозреваемого и задержали его. Им оказался 40-летний местный житель. Со слов мужчины, питомца его дочери он выбросил с балкона из-за того, что животное пакостило в квартире. Возбудили уголовное дело по статье 245 «Жестокое обращение с животными». Подвели итоги конкурса фестиваля «Иркутский алфавит». В течение недели 11 мастеров из Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии, Якутска и Екатеринбурга создавали 33 ледовых буквы. Они отразили местный колорит, исторические и культурные особенности, достопримечательности, природу, сказки и легенды Прибайкалья. Жюри, в состав которого вошли деятели культуры и искусства, а также общественники оценивали идею, мастерство и оригинальность каждой работы. Глава города объявил победителей, вручил им кубки и грамоты. Первое место завоевал представитель Шелихова Иван Герфанов, второе – скульптор из Читы Базаржав Дамдин, третье – шелиховчанин Андрей Герфанов. Победитель рассказал, что он работает литейщиком цветных металлов на Иркутском алюминиевом заводе. Буква «О», которую он изготовил, символизировала омуля. В букве «Р» воплотил образ писателя Валентина Распутина, а в «Ю» показал железную дорогу на южном берегу Байкала.